всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды так я забираю свои награды 987 у нас долларов а мне нужно 1050 то есть мне еще копить и копить так ну что я сегодня планирую дойти до лиги мастеров как минимум ребят как минимум одна звезда должна быть у меня в кармане по факту хотелось бы получить две звезды так пройти себе испытанием быстренько пробежимся вот здесь вот возьмем вот этих вот ребят наших непобедимых так скажем и быстренько оригиналов нет это классика до классических мы разнесем давай маузер и как говорится вдогоночку поем но рафаэль сразу упал растворился так скажем я света донни вообще без проблем вообще без проблему самое что мне здесь нравится всего лишь один поединок так что прошли без каких-то либо за этих проблем так что погнали дальше здесь забрали награду сразиться сразиться ладно рафаэля мне говорят зачем ты его качаешь ребята он слабый возможно ребята он и слабый но он по инициативе неплохой так вот и я по моему один нашел на только а мне нужно три так это вот второй я имею ввиду номер автомобильный номер а мне нужно их три и вот как всегда начинается вот это вот по нашли нашли ребята и прокачиваем до шестой ступени замечательно так и вот этот вот нам нужно четыре наушника так одни у нас телепортов ребята очень мало очень мало всего 44 сегодня не получится у нас фармить жетоны фармить жетоны к сожалению фармить жетоны не получится так наушники я нашел так нам надо будет что еще найти 8 пультов для телевизора я манал такой пульт для телевизора это с каких годов то извини меня так такая дура пульт это как раньше помнишь показывали фильмы то телефоны такие дальше там алё что то типа из этой оперы пульт для телевизора блин ну что давай быстренько ах пробежимся тут я на автобой естественно поставлю пускай он разбирается сами вот 8.20 магазин у нас работает до 10 это значит что не ну в принципе я успею вещь я еще хотел сегодня третью серию запиликать оутландерсов то есть этих выживальщиков на островах кстати вот если ты смотришь да ты вторую серию заметил как она заканчивается да то есть я говорю ну что переходим на следующий уровень и обрывается потому что ребята там не смог пройти я три попытки три попытки потратил я не смог пройти поэтому я просто обрезал и уже начнем с вами новую серию и я надеюсь что все таки с новой серией я пройду у меня получится пройти то есть это аналогия ребята если кто то смотрит сразу оба канала тот поймет о чем я говорю если кто то смотрит только один естественно он ничего не поймет что я тут несу а несу я яйца смешно зато про войну погнали так нам еще по-моему два поединка да нет один поединок последний слушай ну мы вот ребяточки мы уже накопили с вами все таки 3 днк сегодня ой ну да 3 днк мы получим на нашего рок стади и это будет крутенько то есть мы получается переплюнем рокула да выходит так потому что рокул по-моему на один на одно днк нас опережал а теперь нифига теперь мы его догоним возможно даже да невозможно мы его и перегоним так что вперед как говорится и с песней так идем в магазин идем предметы идем в жетоны и приобретаем да ребят на одно днк мы его опередили и нам нужно будет еще 29 жетонов 29 днк ребят набрать чтобы прокачать его полностью ну что испытания фармить мы не будем сегодня поэтому чисто турнирная арена почему фармить не будем ну элементарно ребят телепортов ты сам видел сколько осталось по моему 30 штук а у нас еще конь не валялся нам еще дофига чего нужно сделать 1 2 3 4 здесь я не буду щасюкаться с ними долго как мы раньше делали я сразу же брал тяжелую артиллерию сразу их накумарил ну чтобы быстрее пройти ребята и надо мне в магазин еще сбегать такая вот петруха получается я еще хотел против после драконов сходить в магазин но видишь сразу решился на черепашек потому что там начинаются у меня две рабочие смены тем более утренние и не получится присутствовать в играх два дня ребят я еще удивлен что за выходные я прошел атоме хард вот это конечно круто а теперь планирую ребята не знаю может быть вы меня отговорите хогварт легаси начать проходить стоит не стоит напиши об этом в комментарии так ну что 1621 берем леонардо и раз два три четыре поехали там у меня еще остолор не пройденный ё-моё экзорцист не пройден ну так слушай а вот это вот беда пробьешь лево молодец красавчик все таки хватило ему блин прикинь наш леонардо вот этот вот он не смог уничтожить своей вертушкой это опасно и меня очень скидывает обратно ребята мы только с вами вчера добрались до лиги сегонов 3 звезды сегодня меня уже шваркнули теперь я вот только сейчас буду подниматься вот после этого поднимка возможно я вернусь обратно в лигу сегонов 3 звезды вот супостаты а но армагон то я надеюсь меня не подведет шваркнет их на разочек ну-ка давай а в конце марта у нас что выходит одни из нас да это первая часть я наверное ребята буду ее проходить тоже на пк вот и второе что у нас выходит готика ребята конечно же конечно же готика первая часть ремастер выходит у нас 30 марта по-моему готика я обязан ее ребята поиграть потому что это наверное одна из первых игр на пк в которую я стал играть и я просто был от нее в восторге вот это вот прокачка персонажа прокачка школ помнишь там школы же были то есть я пищал там я ее от корочки до корочки а вот почему то потом вторая ну вторая еще более менее ладно а вот третья какой там месть ворона или что то я уже про четвертую молчу все как то не то вот первое самое как бы это самое топовое про это про эти рудники про этот щит сейчас естественно в нее никто играть бы не стал с этой графикой там топорная квадратная графика пиксельная я ее не назову но полигонная наверное или как то так а раньше ух раньше это было что то с чем то и поэтому я хочу поиграть в ремастер посмотреть что она себя представляет если конечно ребята плохой какой-нибудь ремастер то заморачиваться не буду будем просто проходить одни из нас хотя у меня на втором канале есть прохождение но на там мы проходили на playstation 4 вот там же кстати и вторая часть одни из нас вторая вышла я вот теперь жду когда выйдет третья часть она должна выйти не знаю в каком году в этом или в следующем но она выйдет там будет там будет типа предыстория насколько я понял предыстория джойла кто он что он кем он был до всего вот этого до встречи с элли ну это я так понимаю вот может быть конечно все и там изменится еще но я бы не отказался посмотреть на его историю вот это вот там же как у нас начинается первая часть сразу с апокалипсиса да он с дочкой бежит потом дочку у него убивает и все там подобное мне хотелось бы посмотреть как у него до этого было где у него жена что с ней случилось я имею ввиду у джойла как он там был он же был там убийцей контрабандистом вот просто хотелось бы посмотреть ну там уже если бы мы начали бы смотреть там бы не было бы зомби но зато там были бы разборки с бандитами я думаю были бы они не кислые так ну что давай вот это наверное возьмем ну кожеголовый плюс ну можно взять дони наверное кожеголовый плюс донателла нормально звучит по-моему даже очень неплохо тем более кожеголовый сейчас сделает свою вертушку козырную вообще щелкает как не знаю кого ну-ка лучом если его пробьешь молодец просто прожарил его да хрустящий как говорится ну а мы двигаемся дальше и лига мастеров сегодня будет взята но вот будет ли взята лига мастеров две звезды что мне больше всего хотелось бы это конечно да под вопросиком еще под огромным так я возьму например макмана и микеланджело ваня подожди но здесь возьму тогда еще раз два три вот таких вот ребят 60 уровень взял хотя он у нас противник 65 но там у нас есть шреддер сейчас все зависит от нашего ладно здесь мы сделаем уклонение вот от макмана все зависит сколько он бомбанет слушай нормально а шреддер добьет сможет их добить так ну понятно что дони выжил прекрасно добиваем опа повезло я думал сейчас что-нибудь да не то будет но получилось давай пятнадцатую шестнадцатая 16-22 ну что беру рафаэля джастина не хочу джастина взять берем рафаэля еще одного рафаэля возьмем железноголового ракзара и змею карай так начинаем первыми ну да ребята вот массовая атака вот ты видел прекрасно она сейчас бомбит не очень сильно но ты не забывай что он у нас еще и не сотов уровня пока не сотов уровня я надеюсь что он когда будет сотым хотя бы ну поприличнее уже будет наносить урон вот вот сейчас как-то не очень мощно окей ну что поехали переходим мы или нет да мы перешли в лигу мастеров ребята 99 ранг и и 16-22 можно здесь взять шреддера вместе ну давай вот с этим возьмем нет даже не так сделаем вот так то есть тут как бы есть да они все шустры все ребята абсолютно шреддер ходит первым хорошо как он взял и надеюсь добьет прекрасно то есть карайка да она не подкачала ну 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 давай возьму ванька и слэша раз два три ванька и слэш по-моему такой команды у меня еще не было ваньки и слэш хм так хочется сказать не слэш а флэш ванька и флэш ну все таки рок-стадион подбить смог ему хватило сил а знаешь почему потому что наверное у него было классовое преимущество поэтому он его и завалил так 70 уровень о 17-23 уже дает ребят мы уже практически на пределе своих возможностей играем потому что 17-23 выше только 17-24 это по-моему максимальное количество наград что мы можем выжать и все так усаги наяривает но постепенный урон так они тут тут он в инвиз хорошо что он уходит в инвиз да хорош флэш все по-моему да доступ и даже подведи фу х Лео, красавчик, выстрелил все-таки. Блин, я офигеню. Там ты видел, и такой удар, и сякой. И он устоял. Он тебе не донателло. Это Доня у нас там крепкая броня. А этого, видишь как, чуть не размотали. Ну, выдержал натиск. Вот уже, опять же, не дают 17-23. Один раздали, и все. И забудь, да, об этом? Нет. Еще раздали. Так, у меня, по-моему... Да, ребят, нам надо брать наших бойцов. То есть, ну, по откату играть, потому что никого не осталось. Раз, два, три. И Лига Мастеров будет наша вторая звезда. Вот увидишь. Две звезды... В Лигу Мастеров две звездочки мы перейдем. Но, опять же, у нас что за день недели сегодня? Где у меня там телефон? Далеко. Сегодня у нас... Среда или четверг, я уже не помню. Вот. Праздничный день, да? Восьмое марта. Всех девушек, женщин, ребят, естественно, поздравляю с этим праздником. Ваших мам, сестер и бабушек. Поздравляю всех. Берем армагона и... Ну, давай кожеголову возьмем, так уж и будет. Раз, два, три. Вот такая вот петруха. Семьдесят четвертый уровень у нашего противника. Но армагон справляется вообще просто колоссально. Просто бросил валун и вся тройка игроков легла. Осталась только непобедимая двойка. На один уровень. Ну что? Двадцатый? Двадцать шестой. Двадцать шестой. Опять начинаем ролить. Вот, 17-23 сразу выпадает. Я беру армагона и беру маузеров здесь. И откаты летят только шорох. Очень быстро заканчивается, ребят. Что с этим поделать не сможешь. Я рекламу не смотрел. За десять катов. Пока нет в этом нужды. Если завтра после работы вдруг получится у меня поиграть. Под вечер, да? Хотя бы партийку. То... Семьдесят пять платиновых осколков будет наши. А ты видел, я показывал. Нам не хватает чуть-чуть. Буквально там соточка. Сто осколков платиновых. И следующий персонаж у нас будет прокачан в платину. И вот так вот с каждым разом у нас все меньше-меньше остаются персонажей, которые не в платиновом ранге. Раз, два, три. Ну сколько там примерно? Раз, два, три. Раз, два, три. Где-то еще поединка три будет у нас. То есть, само собой, мы перейдем на следующий ранг, понятное дело. Но хотелось бы еще, конечно, как-то там засидеться, укрепиться. Вот эти, ребята, батарейки, да? Вот, Либерхаус, вот эти вот. Что-то они мне не понравились. Быстро село. Поэтому теперь я покупаю, ребята, аккумуляторные. Я покупаю аккумуляторные батарейки. Пальчиковые, мизинчиковые. И у меня этот зарядное устройство для них, как бы так, выгоднее намного. Чем каждый раз покупать батарейки. Ну что? Давай возьмем так. И... Не, Ваню не будем брать. Маузеров возьму. Шреддеры, маузеры, это вообще горячие пирожки, е-мое. Что-то мне, знаешь, что захотелось. Я не знаю, почему мне захотелось беляша. Или... Да, беляша. Или чебурека. Не знаю, почему мне захотелось, но... Я просто, когда на юге отдыхал... В этой... По-моему, в Абхазию, когда я ездил... Там эти... С адыгейским сыром. Или какой-то другой у них там сыр. Чебуреки с таким горячим. Плавящимся прям практически. Какая же вкуснотища. Ты ешь, у тебя все тут масло, жир-то течет. Ну так вкусно. И еще этим красным винишком запиваешь. Ой, благодать. Там это вино пил литрами. И хоть бы что, взял сюда, привез 4 бутылки, ребята. И одну бутылку еле выпил. Меня так вставляло просто в дребоданище здесь. Вот о чем и говорит, что разный климат, ребята. Здесь у нас на севере с кислородом очень туго. Вот. Поэтому как бы, ну, нехватка кислорода. Поэтому любая пьянка, когда раньше, помню, побухивала, очень плохо себя чувствовала. А в средней полосе или на юге, когда я то же самое делал. На юге так вообще просто бухнул, встал, как будто ничего и не было. Как будто ты и не бухал вовсе. Подожди, я, по-моему, тут, ребят, что-то лопухнулся, что-то... Я не взял, что ли, в отряд? О-о-о-о. Ну-ка. Я, прикинь, я пошел таким отрядом, я не взял даже никого сильного. И выиграл, прикинь. Вот это да, вот это, Рэдчик, ты молодец, красавчик. Как всегда, на грани фола бегаешь. Ну, главное, арену мы выиграли, да? И по итогу, по итогу, ребята, у нас получается Лига Мастеров 2 звезды, ранг 69. Я считаю, что это неплохой показатель. Теперь поднимаем уровень персонажа. Наверное, Рафаэлю возьмем, да, поднимем? Да. Я даже 2 уровня ему повышу. Вот, 75. Вообще отлично. Вот, искать запчасти, запчасти, детали я не буду, потому что все, ребята, упирается в откаты. Их очень мало. Поэтому я не буду сегодня ничего делать. Вот, закончим на этом серию. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Субтитры подогнали Симон. Спасибо. Спасибо.